15 марта в Тюмени областное отделение КПРФ провело митинг в поддержку народов Украины и Крыма. Коммунисты под своими флагами собрали в сквере Комсомольский более 200 человек. Выступление первого секретаря Тюменского обкома КПРФ Тамары Николаевны Казанцевой задало общий тон всему митингу. Позиция коммунистов по всей стране, начиная от Геннадия Андреевича Зюганова, одна. Мы должны полностью поддержать народ Крыма. Там сегодня проживает порядка 80 с лишним процентов русскоязычного населения. И мы должны быть с ними. И наша партия об этом открыто сегодня на митинге заявляет. Мы не кривляем, мы не говорим, мы не боимся. Я готова, даже несмотря на свой возраст, отправиться в Крым, если этого потребуется, и помочь там людям. Я знаю, что если мы сегодня пойдем на уступку фашистам, что нас будет ждать? Нас и так не уважают в мире, а тогда вообще уважение к нам пропадет. Поэтому Путин, Медведев не должны прогнуться под Соединенными Штатами Америки. Те только этого и хотят. Ослабить нас окончательно, разрушив Украину. Я, уважаемые товарищи, хочу закончить свое выступление такими строчками. Пожалуйста, послушайте. Какая же сегодня цитата дня. Мы русские, и пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда целуем наш российский флаг. На колени мы встать не должны. Давайте будем с народом Украины, давайте будем сплоченно действовать, все партии, невзирая на наши взгляды и убеждения. О глубинных причинах кризиса на Украине рассказал руководитель фракции КПРФ областной думы Владимир Чертищев. Запад объявил нам войну, войну на уничтожение российского, русского народа прежде всего. Провел эту войну через Югославию, страны Восточной Европы, сейчас взялся за Украину. Я хочу напомнить, что события на Майдане начинались два года назад в Белоруссии. Но там белорусский народ собрался вокруг своего лидера, выдержал надвижение Майдана и выгнал этих захватчиков своей белорусской земле. На Украине это не произошло, к сожалению. Есть так называемая пятая колонна, которая организовала майдановские процессы на Украине. Это олигархи, которые платили из своего кармана за Майдан, платили ежедневно 1 миллион долларов членам Майдана, которые были безработные уголовники, давали большие суммы иди и бастуй в этих вещах. Именно они платили эти вещи. Пресса об этом молчит. Обратите внимание, в нашей стране, при всем возмущении всех наших народов Российской Федерации по захвату Украины западными странами, ни один наш олигарх российский ни разу не выступил в защиту Украины, в защиту нашей России. А вопрос заключается в том, что все их счета, финансовые счета находятся за границей. Они в любой момент будут блокированы Западом США, и еще олигархи не получат. Они боятся этого дела. И сейчас Запад повторяет события на Майдане у нас, Российской Федерации. Перед собравшимися на митинге выступил коренной крымчанин, подполковник в отставке Александр Мусиенко. Вот здесь мы стоим. Я закончил Симферопольское выездшее военно-политическое училище, вырос в Крыму. Вот Александр Торопов тоже закончил. Мы коренные крымчане, и нам очень больно, что это так происходит. Кучка олигархов разворовали, разгромили самую богатую страну Советского Союза. Мои родители воевали и освобождали Крым. Пора проснуться, пора всем русским миром подняться и отстоять наши права. Собравшиеся на митинге, единогласным голосованием приняли резолюцию с требованиями к властям Российской Федерации. Тюменцы уверены, что такая поддержка братским народам Украины и Крыма сейчас важнее всего. Специально для Красной Линии, Максим Карпиков, Тюмень.